Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам пустые баночки, они собраны в таком красивом пакетике, пустые баночки, которые посвящены гельям для душа. Первый гель для душа, это у нас Ивроше, тут их три разных, это гель для душа испанский гранат 200 мл, биогель для душа мед и мюсли и крем для душа цветы китайской магнолии. То могу сказать, с этих всех вариантов больше всего мне конечно понравился вот этот вот гель, который не гель, а больше даже крем для душа, то есть он более увлажняющий, хотя вот эти вот два, которые держу в руках, они тоже в принципе увлажняли, у меня не сушили кожу, у меня с этим проблем нету, слава богу. Тут правда на втором месте содиум лауреат сульфат, это не всегда хорошо, он реально сушит кожу, но за счет того, что все-таки это кремообразная текстура была, довольно приятный запах был, мне он очень понравился. Второй вот, как бы если по градации смотреть, то это био гель для душа с медом и молоком, медом и мюсли, извините, для сухой и очень сухой кожи. Но вот по составу тут слава богу нет, у него СЛС, как в предыдущем геле для душа, но он тоже тут есть составляющие, которые не являются натуральными. Но он мне очень понравился, он был тоже неплохим, он увлажнял, хорошо промывал, хорошо пенился. Несмотря на то, что на втором месте у него нет СЛС, а другие компоненты и более такой щадящий, это аммониум лаурил сульфат, если видите, вот его составляющий. Ну и третий, это простой, просто у них самый дешевый, по-моему, гель для душа с вот этим вот испанским гранатом. Пользовалась, довольно интересные у них акции бывают и в Роше люблю заказывать, но сейчас курс поднялся и не знаю, буду еле еще заказывать что-то с и в Роше, но возможно, если они пришлют какое-то супер предложение, особо часто они присылают на новогодние праздники и также на дни рождения, перед днем рождения, где-то за месяц они присылают купончик и можно выбрать неплохие варианты. Так, второй у нас гель, ну как бы уже точнее четвертый, это Памали в Гурме СПА, клубничный смузи, крем-гель для душа с клубничным соком, а у него такие вот кусочки скрабирующие, я так понимаю, ну, знаете, как бывает, когда помоешь клубнику и потом засыпаешь в нее сметану, и получается, вот когда ты ее перемешиваешь с сахаром, то вот эти ворсинки, которые на клубничке, они остаются в этой сметане, вот как раз это тоже самый вариант, но как-то очень похоже по тому, как она выглядит. Мне вообще не впечатлил этот гель для душа, мне его подарили, но, конечно, внутренняя жаба не дала его выкинуть, я его да и пользовала. Запах, в принципе, неплохой, но вот знаете, в чем негатив, если сравниваться с Ивроше, да, то, что его реально допользуешь до упора, до конца, то есть его переворачиваешь вот так вот, он идеально ровно становится и по вот этим вот стенкам стекает все вниз, то есть ты пользуешься до конца, до упора этим гелем для душа. Тут же, получается, ты как бы его не ставил, он все равно будет вот так вот колыхаться и, ну, ты его недопользуешься, в принципе, тут чуть-чуть еще осталось на стенках, ну, уже как бы ждать, чтобы оно вылилось нереально, и совсем удобная упаковка, в принципе, она красивая, но непрактичная. Я его точно не куплю еще раз, ну, если подарят, то, конечно, буду пользоваться. Очень красивая упаковка, это гель для душа Исана, лимитированный выпуск, ну, такой новогодний. Я как-то увидела эту упаковку, мне очень понравилась она, при том с ванильным экстрактом, очень люблю этот запах. Фирма Rossmann, она представлена в ВДЦ, или, как сейчас называется, Ватсон, с сети магазинов. Ну, тут тоже, конечно, содиумовый ряд сульфат есть на втором месте, то есть, в принципе, не очень натуральный гель для душа, но тут 30 миллилитров, и его реально на очень долго хватило, очень удобный тоже дозатор, запах такой был не сильно навязчивый, хорошо пенился, хорошо смывался, и тоже самый принцип, то, что его можно допользовать до упора. То есть, у меня, в принципе, там ничего не осталось, но по памяти я скажу, что запах был не очень навязчивым, и консистенция, в принципе, была жидковатой, но хороший гель для душа, и при том такой веселый, то есть, было весело смотреть на него, когда он стоял в душевой кабинке. Следующий гель для душа, это как бы люкс-сектор, гель для душа Вербена от Локситана, я не знаю, 75 миллилитров. Она, эта баночка мне попалась в одной из коробочек красоты, по составу, как видите, он не совсем натуральный, этот гель для душа, но меня он не впечатлил, упаковочка, конечно, симпатичная, в ихнем стиле, и такой, как бы, зеленоватый оттенок, вот на дне еще чуть-чуть осталось, то есть, в принципе, все такое натуральное, органическое, по виду, но по факту это не так, пенился он хорошо, запах имел тоже хороший, и такой интересный дозатор, интересный дизайн самой упаковочки, но если я узнаю, какая цена на него, 200 миллилитров, я думаю, что я себе не смогу позволить этот гель для душа, но побаловаться, и учитывая то, что он попался в коробочке красоты, это можно сделать, я это и сделала, в принципе, неплохой гель для душа, но если у вас на это есть средства, то есть, в принципе, себя можно побаловать. Следующий гель для душа, это уже натуральный полностью, фирма Младна, это довольно интересный новый бренд на украинском рынке, гель для душа Океан, 200 миллилитров, прошла просто чисто случайно, когда забирала визитки в торговом центре, в их небольшой такой магазинчик, состав у них шикарный, хорошие консультанты. Я взяла этот гель для душа, поскольку у него истекала уже срок годности, если не ошибаюсь, до конца использования, до конца срока годности было, по-моему, 5 или 4 месяца, мне, в принципе, как раз и нужен был гель для душа, то есть, я его купила, я не жалею об этом, довольно большая скидка на него была, и, в принципе, по составу он тоже очень классный, то есть, тут нету вот этих вот содиулариат сульфата и так далее, большого количества парабенов, ну, что могу сказать, он, правда, чуть-чуть изменил цвет свой, и видите, там, снизу такое, как бы, засахарилась уже часть, но я его допользовала, и, притом, допользовала за тот срок годности, который был нормальным, как раз. Напах у него, в принципе, не специфичный, как для натурального продукта, довольно всё неплохо сделано, и он был такого цвета, как бы, как цвет морской волны, то есть, не зря это гель для душа океана. Еще, по-моему, какие-то два на выбора, но мне, почему этот больше всего понравился. Достойный вариант, не сушит кожу, удобный горловина, с которой выдавливается не так уж много продуктов, экономный, хорошо пенится, несмотря на то, что у него нет пенообразующих элементов химического состава. Срок годности у него 12 месяцев, но я так понимаю, что если он будет открытый, то 12 месяцев сокращается, то есть, если его всё-таки открывать натуральный продукт, то желательно его, даже нежелательно, обязательно пользоваться до конца, поскольку он быстрее может протухнуть или быстрее, как бы, потерять свои свойства за счёт того, что у него нету большого количества консервантов, как у других продуктов. Знаю, что эта продукция сертифицированная, неплохой вариант, присмотритесь, особенно, если кто-то ищет натуральный какой-то производитель местного уровня, поскольку сейчас заказывать за границей не так уж и выгодно выходит. Следующий продукт, это у нас гель для душа, фитнес называется, с эфирными маслами грейпфрукта и апельсина. По-моему, он имеет всего лишь 50 миллилитров, если не ошибаюсь. В принципе, его хватило на то, чтобы взять с собой небольшую поездку. Неплохой гель для душа, хороший состав, как вы видите, сейчас вам покажу его. Без СЛСа и так далее, срок годности 12 месяцев и сделано согласно государственному стандарту. Если сравнивать с этим гелем для душа натуральным, то мне как-то больше вот этот понравился, именно вот этой фирмы. Хотя этот тоже неплохой, но не знаю. Возможно, я его не полностью распробовала за то время, когда пользовалась. Хотя запах у него хороший, масло, фрифрукта и апельсина дают свой стимул для того, чтобы использовать его больше и больше, наслаждаться этим запахом.